здравствуйте друзья у микрофона михаил шахназаров 45 выпуск на канале шах и мат подписывайтесь ставьте лайки оставляйте комментарии ставьте на оповещение колокольчик чтобы знать об очередном о выпуске белоруссии белоруссии нет интернета связи с республикой практически связи нет удалось мне связаться с по имейлу с одной компании и со своими друзьями которые не могут говорить по ватсапу не имеют такой возможности и у многих возникает вопрос где же черпать информацию о том что происходит в республике после выборов и многие упоминают канал нехта нехта это такая медийная сеть это каналы в ютьюбе и в телеграме вы еще не скажете что им делаю рекламу нет ни в коем случае владелец канала это степан александр путила молодой парень ему 22 года парень очень талантливый завоевавшие сердца многих и многих и парень до безобразия оппозиционный сейчас он проживает в польше и ведет свою разрушительную деятельность именно оттуда вчера канал никто или не кстати не знаю все точнее то нами сообщал о том что среди протестовавших уже есть жертва один погибший погибший от рук омона сегодня выясняется что этот парень жив зачем был нужен такой сброс ну это понятно то есть там им белоруссии нужно своя небесная сотня она им просто необходимо и никто меня не переубедит в обратно но уже помните как это все развивалось на майдане как и снайперы отработали прекрасно в кавычках да как это преподносилось на все вначале вот героизм небесные сотни а в принципе это были люди которые бросили в жернова майданного протеста вот эти вот оппозиционные товарищи которые поддерживают никто и тогда они абсолютно мыслят теми же категориями нужны жертвы как сейчас принято говорить сакральные жертвы потом никто сообщал о том что начались какие-то крупномасштабные забастовки на белорусских предприятиях и писали информация уточняет сначала писали все бмз вышел на забастовку потом оказалось что несколько цехов но я и в эту информацию не верю потому что подтверждение ей не нашлось идем дальше они публикуют видео некоторого некоего значит полицейского из канады который жил раньше вот его фотография видео я не могу разместить потому что там идет звукоряд обращение полицейского он обращается к полицейским белоруссии комонов сам не применять силу в отношении народа своего у меня вопрос канадской полиция будут к этому человеку примены какие-то меры ведь он не имеет права обращаться будучи на посту он в форме да то есть будучи на службе обращаться с такими вот призывами кому-либо не было потом вот этому товарищу хочется еще следующее сказать вы желаете такого же исхода как и в штатах когда из полицейских сделали жалких терпил не иначе и они чуть ли не целовали ботинки протестующим я думаю этот вариант не для беларуси поэтому если вы уехали в канаду живите там прекрасно мирно и здорово и не сути нос не в свои дела тем более будучи полицейским вот это обращение тоже было размещено на канале нехта идем дальше вот смотрите свежее сегодня в 1900 вся беларусь восклицательные знаки диктатор развязал войну друзья после вчерашнего лукашенко никак не может остаться у власти он проиграл выборы он кинул своих карателей с оружием против безоружных людей и мирных людей он пролил отправил много крови и теперь надеется что люди стерпят десятки пострадавших и даже убитых вранье убитых нет по поводу кровавого диктатора которого вы упоминаете чуть ли не в каждой своей заметки господин молодой как путила почитайте книжки почитайте ричарда колье книжку дучи взлеты падения бенита муссолини почитайте вилегаса серфио вилегаса до стадион сантьяго про пиночета почитайте и вы поймете кто были кровавые диктаторы и как они подавляли любое несогласие любой мятеж поэтому не надо не стоит награждать лукашенко такими эпитетами идем дальше к чему призывает нехта сегодня закупаем защитную экипировку в строительных и спортивных магазинах любые защитные каски и шлемы плотно прилегающие защитные очки респиратор или противогазы защитные щитки на голени и руки также необходимо подготовить небольшую отечку аптечку господин путила а вы не хотите из польши приехать и присоединиться к протестующим на всякий случай мало ли может там рук мало молодых вы же провоцируете своих ровесников и более молодых людей вот этих сопляков на то чтобы они вышли на противостояние с вооруженным до зубов омоном который абсолютно не церемонится я посмотрел как работает от там он это там он работает действительно в лучших традициях советского омона это на самом деле так причем палку эти ребята перегибают по полной мы узнали ну как журналистское сообщество узнала где находится сейчас семён пегов этот человек прямом смысле слова героически который побывал в таком числе горячих точек что не перечислишь на на ближнем востоке был и на донбассе и в карабахе вчера его омоновцы выключили натуральным образом все видели на эти кадры как они волокли сему к автозаку и вот сейчас оказывается что он в следственном изоляторе ему грозит от пяти до восьми лет я надеюсь что нашего друга семена пегова как можно скорее вызволят из неволи как и журналистов других российских журналистов дождя любых изданий неважно какие они оппозиционные так далее то люди за которых мы должны стоять поэтому и у меня еще одно замечание издательство никто вы вчера написали посмотрите какие результаты за шесть часов 100 тысяч подписчиков телеграме если бы вы были немного поумней вы бы никогда в жизни не допустили такой заметки для вас люди это не более чем подписчики одним подписчиком меньше одним больше я имею ввиду там на противостоянии когда шло молотилово вы писали о том что у вас появилось 100 тысяч подписчиков то есть вы думаете не о людях которые выходят на битву с омоном а вы думаете о том как загрести побольше бабок и после этого вы заявляете о том что белоруссия это ваша родина нет белоруссия это не ваша родина это для вас кусок земли который вы готовы сторговать тем же полякам сейчас требующим разбирательства строгого контроля и так далее поэтому портал никто это не лучший портал для получения информации но если вы туда зайдете все же сейчас многие там пасутся делите все что они говорят на 169 а может даже больше вот это памятка которая говорил старайтесь бегать выхода на проспект здесь полностью расписан весь план действий я не в жизни поверю что 22-летний пацан был способен написать такую инструкцию здесь написали кукловоды которые имели отношения и к событиям в киеве тут есть фотографии которые можно посмотреть в общем все все что нужно для организации для грамотной я подчеркиваю организации протеста есть так что вот такая дезинформационная война ведется со стороны польши идем дальше но не все же про белоруссию да тут меня просят эстонские новости но будут в конце эстонские новости ох какая новость вот прибежала кандидатов президента сша укусила летучая мышь вот это вот страшно тем более что ковид же мы пошел тоже от летучим уж кандидата на долж президент сша от либертарианской партии джо джоргенсон укусил летучую мышь и политика отметил что следующих мероприятиях включая предвыборный митинг она не сможет поучаствовать потому что должна пройти лечение от бешенства то есть она уже бешенством заболела это ну скорейшего выздоровления знаете тут же вспоминается анекдот анекдот такой экспедиция в песках нефтеразработчика 2 идут и вдруг один кричит из-за бархана вася вася что юра что вася меня кобра укусила куда куда юра куда вася не поверишь хуй звони в центр звони вася начинает набирать центр петрушки арео центр до юру только что кобра укусила в хуй что делал что бойся что они гать что делать отца с и что говорит центр центр говорит что ты умрешь не мог не рассказать вот этот анекдот ну что к новостям эстонии до перейдем новости эстонии у нас сегодня такие богатые вы знаете вот я вам сейчас о них и расскажу новость первая ильвес знать ну что это я себе позволяю мари как волшебная магическая сила очков как одеваешь очки сразу появляется акцент бывший президент эстонии томас хенрик ильвес сказал что немного слова европейских столиц вопросе происходящего беларуси является мальчаливым согласиям с режимом по правящим права человека я продиктую да вот вам что сказал этот выдающийся политический деятель может вы помните его знаете он такой же хуйня ходил бабочка вот это как у меня здесь были такие очки у него велосипеды и индрик да и томас хендрик ильвес да смотрите что он говорит к сожалению немногословность многих столиц европы либо молчание по поводу происходящего в беларуси представляет собой молчаливую поддержку режиму который топтится на правах человеку прям как торопышка такой труп 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 вообще он уникальный конечно человек но я до конца его процедирую просифав европейский союз обсудить и установить в ответ на действия лукашенко неодносначные действенные санкции а целью которых станет защита демократии прав человека и оказаны поддержки тем людям которые стоят в беларуси за демократическое будущее которые свободный народ выбирает посредством свободных выборов но знаете к чему хочет страну эту белоруссию привести чтобы они блять картошку поляков покупали это стопроцентно по поводу на ильвеса он воистину уникальный человек будучи президентом страны у него была очень красивая женщина эвелин эвелин томбе очень красивая женщина и представляете будучи президентом она знает что она с каким-то итальянцем она значит изменяла ему там на веранде какого-то бара но то это вообще кошмар но он тоже ввел он сразу ввел моментом ввел ну я имею ввиду понимаете санкции ввел санкции да начал ее кошмар и стыдит а потом и взял развелся говорят вообще когда он узнал знаете он как ебнул по серванту рогами пиздец все вот так вот разлетелась сервант на одном роге повышала вот эта вот дверька серванта там и он был очень расстроен женщина очень красивая такая вообще женщина сына томаса ильвеса бывшая когда ее видел первый раз сразу вообще по полностью знаете но без тому не выходил не не было время ну что еще знаете вот заявила керсти кальюла это тоже она вообще сказала это наш президент а с беспокойством слезу как а власти беларуси грубой силой подавляют мирные демонстрации тоже никто наверное да смотрит вот то есть грубой силе откуда у нее там связь беларуси ну что рассказала керсти кальюла а кстати она за по прошлом году пригласила владимир путин она вот это съесть там финно-угорских народов да и языковый съесть зачем она непонятно да ну к сожалению коронавирус он полностью узнали вот это планы как это шафл в казино размешал она говорит с беспокойством слезу как власти беларуси грубой силы подавляют мирные демонстрации ограничивать свободу сограли и такое впечатление что вот это вот коммунисты знаете писали оказывают давление на гражданское общество нарушает элементарный процесс но откуда такие штампы керсти ты же такая женщина интересная могла бы написать айнона пишите и дальше мне искренне сал что беларусь как восточный партнер евросоюза выбрала путь который отделяет они приезжают к европе у вот это да это конечно это это самый правильный пульта ну что я могу сказать надеюсь керсти колюра это присмотрит свое отношение на когда вы что он не останется 300 тысяч населения будет думать по-другому ну что вот вот такой вот выпуск 2 до сзади я кстати вот что хочу сказать вы подписывайтесь на шах и мат подписывайтесь на изоленту подписывайтесь на бесподобного кота костяна я сегодня в изоленте буду в 19.00 именно по выборам вот белорусским мы будем говорить с петром лидовым и трофимом татаренко в 19.00 канал изолента ну что для вас работал михаил шахназаров спасибо за внимание